это китайцы да я так понимаю привет расскажи что у вас тут происходит ломание людей в колено выкручивание рук в таком ключе в 90-е годы это происходило накаченные ребята и вот они делали то что им было надо и никто с этим ничего сделать по залу линка они хотят убрать контейнер но новый магазин поставлю очень злобные деньги понимаю они это не официально рынок сказал что хочет убрать контейнера что поставить новый магазин да да а у вас официально с этой с этими электриками которые представляют ну то есть фактически его не было его официально не было его официальные не 5 улицу серая сер один серая 2 голубая вот это мы сейчас находимся на голубой да сколько здесь в общей сложности торговых точек 2 2 серая это как есть вот третья улица строителей да в известный фильм вас трое серый сегодня у нас второе июня 2021 года хотя по нашей одежде не скажешь да не май месяц как говорится потому что эти люди в отчаянном положении администрация все равно к нам относится плохо она не идет с нами на контакт у этих людей проблема привет друзья с вами сан саныч и вы на канале взрослый разговор сегодня 2 июня 2021 года я нахожусь на рынке седьмой километр я продолжаю снимать видео о том что происходит здесь сегодня я приехал я вот нахожусь на улице серой здесь отключили предпринимателям свет ну и я хочу пообщаться предпринимателями рынка и дальше разбираться в ситуации ставьте лайк видео сразу же если вы еще не подписчик канала взрослый разговор подписывайтесь и да дам еще один совет одевайтесь потеплее не май месяц это у нас третья контейнерная площадка до улица серая у вас 2 2 серая как есть вот третья улица строителей до в известных фильмов старая сеть сегодня у нас второе июня 2021 года хотя по нашей одежде не скажешь да не май месяц как говорится что у вас произошло расскажите пожалуйста а чё потому что кому-то не кому-то а главным позвонили с администрации по телефону и сказали нас отключить мы а почему вы не платите за свет или что не платим мы встретили нашего этого не просили какая причина он в общем он говорит мне позвонили с администрации по телефону и сказали хорошо вам дали письменное предписание почему же вы тогда согласились не хочу остаться без работы когда я договор заключил с ними с администрации если я не выполнили мы попросили у них чтобы они дали нам от своей стороны электрики что не сказали я не буду ходить каждому вручать эти предписания что на вас отключены цвет а вы обращались в администрацию нет а почему может быть есть смысл задать вопрос администрации может быть ну как вы же платите деньги вы же за счет того что вы платите аренду мне кажется вы содержите администрацию всех остальных по количеству лампочек а вы сколько также да у вас а я не беру свет а вы не будем темнота друг молодежи я а у вас официально с этими электриками которые представляют ну то есть фактически его не было его официально не было его официальное не ну правильно подключить свет поставить счетчики на платить по счетчику они по количеству лампочек вами каким-то там среди температуры по больнице это правильно просто это правильно это больше чем я думал мне все холодильники то есть телевизор я не больше сколько здесь 340 6 включили но мы остались при своих интересах из-за того что вот понятно что это наше по пути отпустительства надо было с электриками письменные договора что вы как вы провинили что вы сделали почему вас наказывают хорошо спасибо будем разбираться дальше пойдем пообщаемся на других улицах держитесь до свидания третья площадка улица голубая руслан здравствуйте мы уже уже с вами знакомы что здесь расскажите происходит это китайцы да я так понимаю привет расскажи что у вас тут происходит сейчас это 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 линка хочет рынок хочет выкручить цвет а потом дальше но выбрать контейнер но это китайский не проходит вообще хотят выключить свет и убрать контейнер а я правильно понимаю я понимаю что они сегодня включили свет на голубой улице и выключить полностью на серых почему частично потому что у них были линии совместные электричество включили и китайцы поднялись они узнали что им включили светом через полчаса через минут сорок серые не выключили они знают что сейчас на серый выключивший свет они заберут там контейнера и сегодня это произойдет и с ними завтра произойдет они переживают а почему выключается что вам говорят потому на подала линка они хотят управлять контейнер но новый магазин поставлю очень злобода деньги понимаю они это не официально рынок сказал что хочет убрать контейнера что поставить новый магазин да да они хочет злобода деньги не официально просто ну вот так понятно братья китайцы сейчас хотят защитить вьетнамскую диастору который находится на серой там есть русские азербайджанцы которые тоже собираются все сделать они хотят принять решение перекрыть завтра въезды на территорию седьмого километра с пяти утра с шести утра они будут это делать потому что у людей нет другого выбора администрация их не услышала они до сих пор игнорируют незаконным способом они объявили главному электрику Александр Александрович мой теска да но это не я Александр Александрович позвонили и сказали что чтобы он отключил свет серая-1 серая-2 в чем проблема я лично с ним общался он подтвердил что кто-то из администрации но не назвал должности ему официальное распоряжение от имени директора мозга войти не поступало нет письменного распоряжения по отключению электричества соответственно эти действия незаконные люди собираются не платить больше за электричество если у них не будет договоров понятно можешь сказать как поступили с твоими братьями здесь сейчас те кто отдал договор что им говорят чтобы они убирались заберут у них контейнер не которые но попали назад и но которые если человек а ломанули но китайцы китайцы дали дали договор но документы не гнали не гнали дали там офис и офис и сказали стали по поводу оставил офис и ты могу могу хорошее место заберу понял поэтому это китайцы непонятно они не понимают русский язык плохо понимаю белый футболы они слышали о свои контейнер свои место надо другого человека забрать 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 да потому это китайцы китайцы боятся они давай быстрее поедете писать хорошее место просто это потому это китайские поеда там 20 или 30 процентов человек но только документы дали там офис и сейчас я тоже построил все заговоры и там м próximo медlee об путем убедили том числе не отдадут договора не получит оте места когда люди записали заявление о том что с ними должны подписать как будто году в от ряду ничего не получили они не сразу поняли что происходит потом я сказали что они должны еще и заплатить деньги одним Bov. 37 тысяч долларов другим 40 даже из 63 люди поняли, что это обман, потому что им никакой документ не дали. Вот почему эта ситуация так складывается сейчас. У людей очень просто критическая ситуация. Они вынуждают их, выключая электричество. Сегодня отключили на Голубой улице свет. Но они поняли, что сейчас будет агрессия, и они должны были отключить только сервы. По такому указанию. Кто указание давал, нет официального документа. Ни от дирекции рынка, никто еще не подтвердил, и свет до сих пор людям не включили. Потому что сейчас я понимаю, что много человек хочет наликновить договор, какой ланс писал, подписывал, хочет вернуться назад. Понял? Там линк не дался. Рынок не дает им договора обратно. Они хотят обратно вернуться, получить свои договора. Но рынок говорит, кому давали, то вы забирайте. То есть они таким фактом вроде как и подтверждают этот момент, и не подтверждают. Сами они не дают. Люди пишут заявление на имя директора о том, что просят получить дублика. А ответ есть? Нету никакого ответа. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Кирилл. Вы предприниматель рынка? Верно, да. Скажите, пожалуйста, вот что сейчас происходит на рынке? Почему вот такая шумиха и ажиотаж? Есть проблемы. Вот мне хотелось бы изложить ее простым языком, чтобы было немножко нагляднее. Вот контейнер. Это не мой контейнер. Случайно мы просто... Пример, да. Вот, например, я его владелец. На самом деле, другой человек владелец. У меня есть договор с рынком, заключенный на 10 лет, с подписанной автопролонгацией. По договору я должен, значит, оплачивать торговое место и выполнять все правила рынка. Администрация, со своей стороны, обеспечивает охрану, уборку, безопасность и все прочее. Вот. Также в договоре есть пункт о том, что мы можем его расторгнуть только по согласию сторон. Обоюдно. То есть, если бы с администрацией договорились и его расторгнуть, нет никаких проблем. Также в этом договоре есть пункты о наследовании, передаче третьим лицам, опять же, с соответствующим оформлением в договорном отделе рынка. И вот сейчас некая общественная организация приходит к зимбам вот этих контейнеров, которые находятся на арендной земле рынка. То есть, земля арендуется, а объект является собственным владельцем. И предлагают условия реконструкции. То есть, у нас тут много разных людей, разные мнения. Кто-то поддерживает ее вообще в целом, кто-то считает, что она не нужна. То, что они красивее, все на это обращают внимание, новые павильоны. А просто при обращении владельцу контейнера предлагаются условия. И эти условия реконструкции, они не содержат каких-то компромиссов или разумных цен, может быть. Сам момент, который выбран для реконструкции, тоже отвратительный. Пандемия, экономическая ситуация, все о ней знают. То есть, она не секрет. Какие условия предлагаются? Таким образом, владельцу контейнера предлагается разорвать договор с последующим выбором. И вот этот выбор, он не содержит такого какого-то арзумного компромисса. То есть, это ломание людей об колено, выкручивание рук. Вот в таком ключе. В 90-е годы это происходило. Там накачанные ребята, и вот они делали то, что им было надо, и никто с этим ничего мог сделать. Вот такая у нас картина. Собственно, с этим мы пытаемся бороться. Какой компромисс предлагается? Вот вы сказали, невыгодные условия даже. Вывести его на улицу, где освободилось место. Если место освободилось, значит оно плохое. То есть, человек, оно было не рентабельно, не выгодно. Он оттуда ушел и предлагается вот на замену ни к чем. То есть, на другую улицу на рынке перевести? Второй вариант – выкуп по цене металла. То есть, по бросовым ценам просто выгодно. У вас хотят выкупить. Или оплатить реконструкцию. При этом, любопытно, или он будет принадлежать рынку, если я правильно понимаю. Опять же, если был бы какой-то диалог с администрацией. Там тишина. То есть, есть группа общественников, непонятное их название и полномочий, которые нам все это рассказывают. А со стороны администрации, ну, просто тишина на все эти этапы. А цена нового павильона сколько? Зависит от улицы, от условий. Звучали цифры 26-37. Еще были разные. Убитых енотов, да? Совершенно верно. То есть, в чем проблема? Есть договорные отношения, приходят три эти лица и говорят, что этот договор, значит, мы будем разрывать. Хотя юридически нет никаких причин для этого и он может быть расторгнут только, ну, по причинам. Причин нет. Или, значит, вступать в сделку одного, один из выбор вариантов, которые… Который заведомо вам не выгоден. Невыгодно, да. Но, еще раз, я правильно понимаю, что со стороны официального рынка, со стороны администрации рынка таких предложений не поступало? Со стороны, да, нет никаких документов, нет официальных оповещений. Мы вот пытаемся достучаться до руководства, добиться компромисса. Ответ какой-то официальный есть со стороны рынка? Ну, я не являюсь ведущим в этой группе предпринимателей, которые все-таки хотят достучаться. Ну, по-моему, не было никаких ответов, по моим данным. Могу чего-то не знать. Понял. Большое вам спасибо. Все-таки хочу пожелать даже в такое нелегкое время, вот видите, что время там на самом деле нелегкое, сейчас сколько? Около 12, но улица практически пустая. Хочу пожелать вам хорошей торговли, побольше клиентов жирных. Спасибо. До свидания. Ребята, у этой площадки очень глубокая история, очень глубокая история. 25 лет назад уважаемый человек Виктор Леонтьевич сначала предполагал, что это будут просто склады, но он не знал, что на этот рынок люди будут смотреть и желать здесь заработать, заработать для вас, для своих семей. И эта площадка автоматически потихоньку начала превращаться в торговую площадку. И сюда пришли граждане других стран, давая работу себе и нашим гражданам, которые не знали, как работать после развала нашей страны. Поэтому у этой площадки своя история, не позвольте ее разрушить. Если есть люди, которые могут быть в Одессе, которые могут обратить внимание на нас или помочь нам, пожалуйста, обращайтесь к нам. Можете писать комментарии. Сан Саныч нас поддерживает. Отличный человек. Одессит. Он нам помогает и вы нам помогите. Потому что эти люди в отчаянном положении. Администрация все равно к нам относится плохо. Она не идет с нами на контакт. У этих людей проблема. Ну, то есть мы сейчас говорим о третьей контейнерной площадке. Сколько здесь улиц? Здесь 5 улиц. 5 улиц. Серая. Серая 1, серая 2. Голубая. Вот это мы сейчас находимся на голубой. Да, мы на голубой находимся. Сколько здесь в общей сложности торговых точек? 1200 торговых точек. 1200 торговых точек. Эти люди сейчас в отчаянном положении, к сожалению. Потому что по ним вроде сейчас не скажешь, но они знают, что завтра они станут все без рабочих мест. Эти люди собираются и собираются бороться за свои места. Ну, то есть останутся без рабочих мест. И речь опять-таки идет о том, что планируется, хотя нет подтверждения официальных реконструкций, да? Нет, документально нас никто не уведомил. Здесь половина людей вообще не понимает, как они собираются это делать. Где им работать, как им дальше двигаться. Потому что их не уведомили заранее. То есть им тупо в установленный срок недели-две покинуть свои контейнера. На основаниях никаких нет. Ни документально нет подтверждений. Ни человек, который это делает, они даже его не... Майкла этого даже не признают. Администрация не признает такого человека, что существует этот человек. Скрывая факт их договоренности. Вот поэтому сейчас ситуация вышла из-под контроля. И люди, которые поняли эту ситуацию, сейчас обращаются к вам. Зрители наши, да? Зрители, пожалуйста, ребята, если есть кто-то, кто может помочь этим людям, обратитесь к нам, пожалуйста. Ну, помощь от зрителей, в первую очередь, можно сделать репост этого видео максимально, чтобы он увидел как можно больше людей. Подписывайтесь на канал, вы будете знать, какие ситуации продолжаются на этом видео. Ну, вот, кстати, вчера показывали, вот это вот метки. Это, я так понимаю, что уже распланированы будущие магазины, да, скорее всего? Да, это угловые магазины, так отменяется. Ну, они вон везде есть, вон дальше, дальше. Мы вчера показывали, или мы на этой же улице показывали, да, мы вчера здесь же снимали, да? Да, и там на других улицах тоже уже есть. Давайте пройдемся, посмотрим, что еще вот. Улица Голубая. Ну, как видите, здесь полным ходом идет движуха. То есть, если мы вчера видели вторую контейнерную площадку, ну, она, мягко говоря, уже мертвая, да, там вынесли контейнера, и торговли там практически нету. Здесь торговля идет полным ходом, и, в общем-то, люди работают. И я думаю, что хотят продолжать работать дальше. Они не планируют этого делать. Они хотят углубить полностью положение на сеномике в километре. Вы уже видели, что со второй площадкой сделали. То же самое планируется с третьей. Выдернуть контейнера и забрать у людей рабочие места. Люди в отчаянии сейчас ситуация, складываются очень хорошо. Поэтому, ребята, еще раз говорю. Приезжайте, поддержите морально, поддержите, подключаясь на телеканал, чтобы вы знали, что происходит. Какие у нас дальнейшие действия, все будут знать. Мы сообщим в СМИ и во все органы, которые должны нас поддержать. Спасибо вам большое. Я очень прошу администрацию рынка «Седьмой километр» прокомментировать сложившуюся ситуацию. Вы можете написать комментарий под видео. Вы можете со мной связаться. И точно так же я с вами пообщаюсь и возьму интервью для того, чтобы расставить все точки над видом, чтобы не было вопросов ни у кого. И чтобы люди работали и спали, как говорится, спокойно. Поддержите лайком это видео. Если вы еще не подписчик канала «Взрослый разговор», то прямо под видео нажимайте кнопочку «Подписаться». И вы станете подписчиком и будете в курсе событий. Я обещаю дальше следить за событиями, которые развиваются на рынке «Седьмой километр». Делитесь этим видео с друзьями. Для этого под видео нажимайте кнопочку «Поделиться» и разбрасывайте видео по всему интернету. Меня зовут Сан Саныч. Вы на канале «Взрослый разговор». Сегодня 2 июня 2021 года. Желаю вам добра, любви и счастья. Пока!